Ну что, может быть мединститут? Вот уже приходится резать плоть. Нет, пожалуйста, не делайте разрезы. У хирургов не существует выходных. Больные ли мы люди? Ольга Леонтьева. Пластический хирург. Косметолог. Заведующая отделением пластической хирургии. Кандидат медицинских наук. Врач высшей категории. Чтобы стать хирургом, потребовалось 12 лет учебы. А к настоящему моменту хирургический стаж доктора Леонтьевой составляет 19 лет. Считаете ли вы себя представителем интересной профессии, особенной профессии? Ну и вообще, как вы попали в медицину? И почему это оказалась именно эстетическая медицина? В медицину я попала совершенно случайно. Но что касается именно интересности самой медицины, я считаю, что интересней нашей сферы, наверное, нет. Ни одной такой отрасли, как пластическая хирургия, косметология. Здесь настоящее творчество. Здесь общение с людьми. Здесь ежедневные разные случаи. Здесь нет рутинных операций. То есть каждый день я прихожу на работу, и у меня совершенно разные типы людей, проблем, операций. И каждый день у меня он все время новый. Потому что люди от этого начинают немножко уставать и страдать. И такое вот выгорание, так называемое, рабочее есть. Здесь не выгоришь особо. Здесь только физически можно выгореть. То есть здесь идет настоящее творчество. Началось все с того, что в детстве я любила очень вначале расчесывать свою сестру, младшую, двоюродную, потом ее красить. Потом я решила стать визажистом. Потом я поняла, что визажист как-то слабовато. Потом я решила стать косметологом. Потом я подумала, что это тоже слабовато. И когда увидела на первом курсе медицинской академии профессора Пухова и операции, которые он проводит, то я подумала, да, это оно. Я почти заканчивала школу искусств, балетный класс. И мой преподаватель сказала, что ты никогда не станешь примой, потому что у тебя очень высокий рост. Я очень расстроилась. Моя мама сказала, ну что, может быть мединститут? Это потому что все родители мечтали, да, что их дети... Ну, есть такой истерящий. Хотя в семье у меня очень далекие родственники, врачи. И я закончила специализированную школу на медицинском факультете и поступила в медицинскую академию, тогда она называлась, в первую группу. И тогда уже познакомились с Александром Григорьевичем, как... Через год я познакомилась с Александром Григорьевичем, когда пошла специализация. Вообще легко ли было к нему попасть в ученики, да, и какой он как учитель? Мы его знаем как знаменитого хирурга, профессора, мирового масштаба, да. А что он за педагог и наставник? Обучает он молча. На это нужно время какое-то, и к нему привыкнуть. Сам он привыкает к человеку. Но знаний дает достаточно большие, потому что у него знаний большие не только по пластической хирургии, в которой он уже, наверное, больше 30 лет. У него знания по общей хирургии, такие самые основные знания. Были ли какие-то представления о профессии до того, как вы оказались в операционной, в качестве ассистента или хотя бы просто студента, который за всем наблюдает? Есть ли разница вот до и после в этих представлениях? Была разница, наверное, между общей хирургией и пластической хирургией. Немножко меня, конечно, поразило, насколько это разные виды хирургии оказались. А в чем они разные? Ну, общая хирургия, она немножко грубовата в моем плане. В пластической хирургии более изящна она, конечно. Это, знаете, как произведение искусства. То есть даже наш инструмент, если брать, он выглядит очень красиво, эстетично. То есть у нас даже инструмент очень эстетичный. А вот если, например, молодой человек сейчас решает, ну, девушка, молодой человек, а вот мне нравится эта профессия, хирурги неплохо зарабатывают, например, да, что можно вот ответить такому человеку, с чем придется столкнуться? Какие должны быть качества для того, чтобы пробиться в этой профессии, чтобы где-то доказать, что ты лучший, там к лучшему учителю попасть, встать на ноги самому как специалисту? Что нужно преодолевать? Нужно, во-первых, не лениться. Это однозначно. То есть ленивых людей среди хороших хирургов не существует. Потому что профессия, как говорит всегда профессор Пухов, что у хирургов не существует выходных. Это на самом деле так. Телефон мой не выключается вообще 24 часа в сутки. Обязательно, конечно, должен попасться в жизни очень хороший учитель по хирургии, по пластической хирургии. Это, наверное, одно из основных. Потому что если будет учитель средненький, ну и по сути дела хирург средненький получится. Потому что опыта будет мало, делиться будет нечем. Ну и хирург никакой. И вот к 40 годам он должен, так сказать, быть в рассвете своей карьеры, а он ничего толком не умеет. Как качество, доброта к людям должна быть однозначно. Потому что очень часто мы беседуем с пациентом. Очень большое количество людей через нас проходит. То есть это физически нужно выдержать всю эту беседу. У нас бывают консультации после операции. То есть мы выходим еле живые, а у меня сидит у кабинета, допустим, в поликлинике 3-4 человека. И с каждым пациентом нужно побеседовать, как будто первый раз. Один из таких моментов, который вот для, опять же, нас, простых людей, эту профессию делает такой волшебной, это, наверное, вот все, что связано, вот уже приходится резать плоть. Больные ли мы люди? Да, такой вопрос. Существовал лично у вас какой-то страх крови? Вот это вот как-то, насколько, не знаю, там дрожат руки? Или к тому моменту, когда уже допускают сделать первый надрез, уже, ну, есть практика, не знаю, каких-то уколов там, или каких-то менее сложных манипуляций? Как вот это вот происходит? Это просто... Ну, лично у меня как это произошло, что с самого первого момента, с самой первой операции все прошло очень хорошо. Только связано это с тем, что с пациентом, по сути дела, ну, такая, безусловно, договоренность о том, что он согласен, и я согласна. То есть, если человек будет говорить, нет, пожалуйста, не делайте разрезы, я его не сделаю. Но если сам человек готов, он сам говорит, да, конечно, я готова, мне хорошо будет, и вам действительно будет хорошо. Когда это плановая операция, да, тогда легче. Когда это плановая операция, тогда легче, да. Это не экстренная хирургия. Кстати, да, вот вообще, это же пластическая хирургия, она появилась как реконструктивная, да, впервые? Или это сразу уже стало с изменением? Как-то это сразу все связано было, все это одномоментно, мне кажется. То есть, это еще в Древнем Египте находили инструменты по ринопластике. Каким уж они наркозом пользовались, я мало представляю. Я думаю, что это какими-то запрещенными веществами делали. Но все те инструменты, которые использовали для ринопластики в Древнем Египте, используются до сих пор. Есть такое явление, как профессиональная деформация личности, да, условно говоря, когда учитель приходит и начинает всех учить. Я не знаю, там в очереди, дома и так далее. У хирурга, пластического хирурга, у косметолога есть такое вот, смотрите, думаете, сейчас бы вот тут вот чуть-чуть подправить, здесь вот чуть-чуть подколоть, или тут шлифануть вот не мешало бы. Вы знаете, первые года два, наверное, было такое, что я с человеком разговариваю, невольно начинаю изучать его лицо. И как-то раз моя мама мне сказала, прекрати меня изучать. И с тех пор как-то у меня как отрубило. И когда сейчас со мной разговаривает человек, я не вижу в нем недостатка какого-то. В каких странах самые лучшие хирурги, где больше всего пациентов, пластических хирургов, или может быть кто-то на какой-то определенной операции специализируется? И есть ли, например, по запросам какие-то тоже национальные особенности? Например, в России больше всего хотят вот это и вот это. Что касается за границей, конечно, передовые страны, все-таки они существуют, потому что очень давно этим занимаются. Это Соединенные Штаты Америки, конечно же. Это вся Европа, потому что оперируется давно и много, и часто. У них это очень распространено. В России, это говорю, лет, наверное, 30 последних только. Так активно имеется в виду, оперируются. В России очень любят женщины мамопластику, но совершенно не любят пластику, так называемой пятой точки. У нас это не модно и некрасиво. А что касается Бразилии, там наоборот. Грудь никто не делает. В основном красивые формы, это пышные бедра. То есть там это топовые самые операции. И пластические хирурги, по сути дела, только этим занимаются. А если говорить по нашей стране и по нашему городу, то ли у меня в кругу общения достаточное количество пластических хирургов, но в силу, что я программой о красоте занимаюсь, или это действительно у нас их много, и много хороших, и вообще это какие-то условия конкуренции. Что можете по этому поводу сказать? В других городах так же? Да, в других городах точно так же. Работы хватает? Работы хватает. По голливудским фильмам, ну, конечно, тоже не показатель, но тем не менее, когда прям вот не попасть, не попасть, там люди перекупают право проконсультироваться у хирурга. Почему ажиотаж такой вокруг, что прям вот не попасть и нужно в очереди стоять? Я думаю, что это связано со системой образования и получения документов прежде всего. Что касается у нас, у нас наоборот, очередей как раз вот наша клиника не создает, и вот профессор Пухов в свое время мне говорил всегда, что человеку нужно, его надо оперировать, потому что время сейчас деньги, все лимитированы в реабилитации, и если человек готов, нужно ему идти навстречу максимально. Как бы ты не устал, все равно его нужно оперировать. В каком количестве можно, ну, хирург может совершить операции, ну, чтобы вот физически, как это сказать, ну, на ногах устоять, да, к концу недели, или как это все происходит? В среднем, например, чтобы выполнить качественно операционный день, то есть можно выполнить три двухчасовые операции. В один день? В один день, да. Больше это уже будет тяжелее, конечно. Если говорить о, допустим, прекрасном дне, прекрасном таком легком дне, то есть это небольшие консультации, то есть проходишь по своему отделению, пьешь кофе с своими коллегами, беседуешь, и проводишь, допустим, одну двухчасовую операцию. Это прекрасно прошел день рабочий. Вот это идеальный день для любого врача. А вот люди, которые выбирают, например, в других городах или в других странах, куда-то едут на операции, ну, одно дело это, если это связано с тем, что он хочет анонимность сохранить, чтобы его тут не видели с повязками. А вообще, есть ли в этом смысл? И могут ли что-то, например, в Америке предложить что-то такое, чего не знают у нас? Или может быть какой-то, не знаю, подход, может быть другой к пластическим операциям? Вот почему люди выбирают? Я думаю, что люди выбирают другие страны, другие клиники, в других имеется в виду странах, только из-за уровня качества, именно даже не самой медицины, качества ухода. Все-таки, походив по нашим поликлиникам, уж пусть они на меня не обижаются, у нас все-таки это еще очень нам долго и далеко. Что касается муниципальных наших учреждений, крупных, тоже есть много вопросов. И, наверное, глядя на это все, люди поэтому не верят в том, что в частных центрах могут оказать квалифицированную, красивую, хорошую, качественную помощь по пластической хирургии. Поэтому они уезжают. Бывают ли, например, когда хирург склоняет к операции, а косметолог, наоборот, от нее отговаривает? Ну, как правило, так и есть, что хирурги больше все-таки тянут на себя, что вам показана только операция, косметологи до последнего говорят, нет, вам показана только косметология. Но чаще всего в последнее время и с моей коллеги, с кем я работаю, в основном они, конечно же, в виде пациента, который готов уже для пластической операции, они уже ведут сразу его ко мне. С точки зрения пациента, насколько они адекватно понимают возможности косметологии и пластической хирургии, и приходят ли с какими-то причудливыми запросами. Насколько я знаю, косметология и пластическая хирургия может многое, в том числе и сделать человека счастливым. Но это все зависит от многих факторов. Что мы, как пациенты, можем делать не так, что мы можем думать не так о этом вопросе, что не решаемся на операцию или не получаем желаемого? Ну, в основном, конечно, приходят пациенты уже готовые. Информационно они полностью готовы. Что касается именно и пластической хирургии, и косметологии, то есть с ними разговариваешь почти наравне. То есть как будто я со своим коллегой разговариваю. То есть идет просто консультация. Такого чего-то причудливого, как вы говорите, но таких пациентов почти не существует. Их очень маленький процент. Наверное, процента 2-3, наверное, за всю свою жизнь я встречала. А вот диагноз, который сам себе пациент поставил, он совпадает, как правило, с вашим? Почти, да. То есть я могу немножко подсказать еще что-то. Могу, наоборот, что-то убрать, что он считает катастрофой. А я считаю, что это ничего страшного. И это не старит человек совершенно. И можно на некоторое время вообще забыть об этой теме. То есть акценты мы немножко расставляем на другие, например, какие-то проблемы и решаем их в первую очередь. За то время, что вы практикуете, как-то изменился ли характер, портрет пациента, запросы в какую-то сторону, может быть, подвинулись? Чего сегодня хотят пациентки? Ну, вообще, бывает ли мужчины на каких-то подобного рода операциях? Процент мужчин увеличился однозначно. Сегмент женский, именно возраст 40+, 45+, он так и остался в том же количестве, и возраст процента молодых. То есть где-то это получается 20+. Здесь больше идет эстетика на, допустим, ринопластику и на пластику груди. У меня часто спрашивают, а куда пойти к какому хирургу? Я обычно говорю, не пожалейте ни времени, ни денег, чтобы двоих-троих обойти. Я абсолютно за бесконечные походы к разным врачам. Я и сама с удовольствием. Если бы я была бы просто не пластическим хирургом, выбрала, например, решила бы сделать себе грудь или, допустим, пластику лица. Я бы выбрала бы всех лучших топовых пластических хирургов в Челябинской области и обязательно к каждому бы сходила и лично с каждым познакомилась. Во-первых, энергетически это для меня очень важно. Потом, как человек разговаривает со мной, как он меня примет, для меня это очень важно. Как он будет со мной общаться и будет ли наша точка зрения совпадать в чем-то, потому что я могу себя видеть с какой-то такой стороны, он меня видит с такой стороны. Покажет он свои работы, то есть мне тоже очень интересно это будет. Конечно же, я буду выбирать и я всем советую именно выбирать пластического хирурга. Это очень важно. А есть ли любимые операции и есть ли вообще у хирургов какой-то амплуа, что ли? Допустим, этот хорошо делает вот это, этот хорошо делает вот то. В вашем случае есть ли то, что вам прям нравится? Да, конечно, есть такие операции-любимчики, так скажем. То, что у тебя и лучше получается, и то, что ты чаще всего делаешь. Точно так же у моих хирургов-коллег, не только в нашем центре, а также коллеги, которые работают в городе Челябинске, тоже есть свои фишки и тоже свои любимые операции, которые вот они выполняют. Но в основном, конечно, я очень люблю заниматься именно лицом и внимательно изучаю женщин пожилых, среднего возраста, их типы старения, как происходит старение, что мы можем в этом случае сделать. И интимная хирургия, женская именно интимная хирургия. Это популярное направление? Это очень популярное направление, особенно очень много молодых женщин, которые страдают после родов, им еще 30 лет нет, но они уже не имеют детей, там по двое, по трое, и страдает их интимная жизнь с супругом. И, собственно говоря, я решаю их проблемы. Причем почему-то, мне кажется, это направление, оно такое незаслуженно, неразрекламированное. Какое-то неразрекламированное, да. Как-то это стесняется, все почему-то это закинули на урологов, на гинекологов, а гинекологи-то совершенно как раз этим вопросом почти не занимаются. Не болит и все. Не болит, да, да, да. Учем не могу помочь. Рака нет у вас, у яичника, и вот и счастливы будете. Вот, поэтому, конечно, именно эстетикой, эстетической гинекологией я с удовольствием занимаюсь. Сталкиваетесь ли вы с каким-то негативным взглядом на пластическую хирургию? Часто ли в вашей жизни это происходит? Редко происходит. Как правило, я не вступаю в эти дебаты, и очень часто все это перевожу в русло реконструкции, после ДТП, ожогов, травм, и все такие, о, да, действительно, пластическая хирургия тут приходит на помощь, когда ожоги, контрактуры рубцовые, и все. И как-то вот это все тихо-тихо затухает наши разговоры, да. А то, что там красоту там наводить и так далее, я думаю, что, ну, зачем с этим человеком о чем-то говорить, если он в этом ничего не понимает. Мы часто о работе пластических хирургов судим по тем людям, которые с гиперкоррекцией всего. Мы только по нему судим, к сожалению. Этих женщин я вижу сразу, издалека. И эти женщины ко мне приходят. Была у меня одна такая пациентка, она меня даже шантажировала. Если ты мне еще один не заколишь шприц с гиалуроновой кислотой, я к другому пойду к косметологу. Я говорю, иди, но я уже не могу. Насколько у нас элемент анонимности среди пациентов присутствует? Анонимность, она была, есть и будет. То есть, пациент и бумаги подписывает, и пациенту мы говорим, что все анонимно, никуда информация не уходит, без его разрешения. То есть, все фотографии, которые, допустим, в моем профессиональном инстаграме выставляются, они выставляются только с разрешения пациента. То вдруг муж не знал, мало ли, скажет, кто такая. Или меня будет знать тоже. Скажет, а, тихоря тут. Я, значит, на вахте, а на северах. А вон что она тогда ходила в повязочках. Ничего, это не стоматолог было. Вот и закончилось наше интервью по дороге с пластическим хирургом Ольгой Леонтьевой. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok